Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал студия Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в Украине и мире к этому часу. Президент Петр Порошенко продолжил телефонные консультации с вице-президентом США Джозефом Байденом. Они обсудили ситуацию на Донбассе и констатировали, Москва не придерживается минских договоренностей. Это ведет к дальнейшей эскалации конфликта. Процесс мирного урегулирования подрывает и передвижение колонны с тяжелой военной техникой со стороны российской границы. Президент Украины и вице-президент США скоординировали позиции в преддверии саммита Большой Двадцатки и обсудили визит Джозефа Байдена в Украину. Он состоится 21 ноября. Лисичанск. Под надежной защитой 25-го блокпоста несущие службы украинские солдаты часто подвергаются артиллерийским обстрелам врага, но не сдают позиции. Атаки диверсионно-разведывательных групп отбивают регулярно. Из этих объектов важность то, что мы перекрываем практически мисто Лисичанск, мисто Северодонецк от нападов противника, ну скажем, сепаратистов, мы и так называем. Тут мы стоим, и наша задача захищать, вот, маем мы опорные пункты, которые предназначены для того, чтобы защитить наши эти места. Есть наши мобильные группы, которые фиксируют такие проникнения. В частности, вчера на 31-й блокпост, который находится в другой стороне, был совершен напад, мы его успешно, скажем так, отбили. Правда, есть у нас жертва, трехсотый один, так мы называем, наш один солдат, отримал поранение, поранение в голову, показатель, неправда, бог есть, все-таки, отбили и снищили одного сепаратиста из той группы, которая хотела для них на то, наверное, ехать. Коррупционный скандал на Укрзалезнице, исполняющего обязанности начальника главного управления, поймали с поличным. Он вымогал взятку за включение продукции одного из предприятий в план закупки на 2015 год. Преступления совместно раскрыли Генеральная прокуратура Украины, Служба безопасности и МВД. Россию ждут нелегкие времена, а три года стагнации экономики. Такой прогноз обнародовал Центробанк Российской Федерации. Рост экономики будет равен нулю. Причина – вторжение России в Украину и введение против нее санкций. Прогнозы экономисты составляли, исходя из цены нефти. До конца года баррель будет стоить около 95 долларов, а затем стоимость снова снизится. А действие санкций при этом сохранится, по крайней мере, до 2017 года. Ранее Центробанк отпустил курс рубля по отношению к доллару и евро. Теперь он полностью зависит от рынка. Только в октябре на поддержание национальной валюты регулятор потратил 30 миллиардов долларов. Рубль обесценился на 40% и достиг исторического минимума – 48 рублей за доллар. В Австралии вспоминают жертв Первой мировой войны. Она окончилась 96 лет назад. В Канбере прошла торжественная церемония в памяти о погибших солдатах. Перед собравшимися выступил бывший премьер-министр страны Джон Говард. В первую очередь мы чтим исключительную жертву более 102 тысяч австралийцев, которые погибли, защищая эту страну и ее ценности. Мы также собрались, чтобы почтить дух Австралии, который вдохновлял этот народ, идти на войну не ради завоеваний и порабощения, а ради защиты слабых, ради защиты ценностей, которые мы всегда с честью отстаивали. Австралия вступила в Первую мировую войну в 1914 году на стороне Британской империи. Солдаты Зеленого континента принимали участие во многих сражениях на Западном фронте. Всего на эту войну ушло более 400 тысяч австралийцев. Извержение на Гавайях продолжается. Поток лавы из вулкана Килауэа на Большом острове достиг поселка Пахуа. Раскаленный поток уже сжег один дом. Постройка попала не в основной поток, а в отделившийся от него рукав. Основная часть раскаленной массы почти остановилась в 150 метрах от главной улицы поселка. Температура лавы в некоторых местах достигает 1150 градусов по Цельсию. Жители пятидесятков домов, которые могут оказаться на пути потока, уже собрали вещи. Они готовы эвакуироваться в любой момент. Извержение Килауэа началось в 1983 году. В первые семь лет вулкан разрушил более 180 домов. Затем он немного успокоился. Нынешнее извержение началось в конце июня. С тех пор лава двигается медленно, но непрерывно. На этом пока все. Следите за нашими выпусками. До встречи в эфире.